Это программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим на тему экстремизма с точки зрения психологии. У нас в гостях известный психолог и психотерапевт Олег Юрьевич Сумарин. Олег Юрьевич, здравствуйте! Добрый день! Всем хорошего настроения! Добрый день! Дети развлекались на вечном огне. И дело, наверное, даже не в детях, дело в тех комментариях, которые оставляют взрослые. Они призывают следите за своими детьми, к чему приведет такое поведение. А вот этот ребенок вырастет и сделает то-то, то-то и то-то, нечто страшное. И почему, да, тема экстремизма? Потому что хочется узнать, всегда ли вот такое поведение детей ведет к чему-то сложному, к чему-то страшному в будущем. И все ли начинается с детства? Ну, во-первых, конечно, все начинается не просто с детства, все начинается с семьи. То есть психику человека, психологическую структуру человека формирует малая социальная среда, в которой он находится, это семья. И, конечно, социум, который окружает ребенка. Что касается взрослых, которые бьют на бат и говорят, следите за своими детьми. Вот здесь очень важный момент, я периодически в своей практике сталкиваюсь с этим. Приводят ко мне родители ребенка, причем ребенок, допустим, взрослый, там 17, 18, 19, 20 лет. И родители говорят, поработайте с моим ребенком, чтобы ребенок стал лучше. То есть что в этом случае происходит? Родители перекладывают ответственность на постороннего человека. Пусть это будет даже в моем лице специалист-психолог, но тем не менее. Родители создавали этого человека и способствовали тому, что он из себя представляет на протяжении длительного промежутка времени. То есть это отчасти инфантильная позиция. Поэтому здесь нужно прежде всего обращать внимание на то, что происходит с самим родителем. Если мы говорим о подростках, то, конечно, это группа риска. Почему? Ну, даже вот в современном обществе можете обратить внимание, кто выходит на площади, кто выходит на митинги и так далее. Очень много молодежи. Почему? Потому что молодой человек, он еще не сформировался. У него нет способов защиты. У него нет четкого представления о том, что он себя представляет. У него еще не выработана четкая программа взаимодействия с социальной средой. Поэтому, конечно, такой ребенок очень легко подвергается внешнему воздействию. И это воздействие особо четко отслеживается, начиная от 12, ну, то есть немножечко помолодели параметры, до 17-20, 21-22 лет. То есть это действительно группа риска. Ну, физиологи, наверное, скажут, врачи скажут, что здесь идет еще и гормональный определенный фон. Ну, плюс ко всему, как я уже сказал, нестабильное психологическое состояние. То есть здесь еще личность полностью не сформировалась. Поэтому, конечно, это группа риска. Всегда ли агрессивное поведение может привести вот к таким взглядам впоследствии? Или нет? Или вот шкода? Ну, все мы когда-то были детьми. И все мы проходили те или иные сложные периоды нашего становления, обретения себя в этой жизни. Конечно, кто-то остается в группе риска. То есть, ну, допустим, опять же, возвращусь к своей практике. Ко мне приходят взрослые люди, 30, 40, 50 лет. Но я всегда рассматриваю проблему с точки зрения той системы, которой они принадлежат. Вот с системой, прежде всего, я понимаю родительскую семью этого человека. То есть даже если этот человек уже взрослый, то есть физически он выглядит как взрослый, состоявшийся человек. Может быть, даже в социальном плане реализован. Но не всегда эти люди реализованы в личностном, субъективном плане. И вот эти все проблемы закладываются именно в детстве, в семье ребенка. Поэтому, конечно, нужно на это обращать внимание. И часть людей, перерастая, несут проблемы с детства, с подросткового периода, уже во взрослую жизнь. Олег Юрьевич, что может подтолкнуть подростка к каким-то деструктивным вещам в его поведении? Спасибо за вопрос, очень хороший. То есть я специально подготовил здесь небольшую себе шпаргалку и хотел назвать, озвучить причины девиантного поведения подростков. Девиантного, то есть поведение, которое отклоняется от нормы. Первое. Это личная неустроенность и неудовлетворенность. Это чаще всего отслеживается как результат противоречий социально-экономического развития. Той большой формации, частью которой является подросток. Ну и, соответственно, социальных условий бытия этого молодого человека. Это важная причина, которая определяет дальнейшее поведение. Второе. Неспособность или непринятие активных форм самоутверждения, преодоление конфликтных ситуаций, фрустрация. Причем, если фрустрируется достаточно часто, а фрустрация это прерывается, какие-то желания, неудовлетворенность какая-то у ребенка формируется и так далее, то такой ребенок может в качестве протеста пойти в асоциальное поведение. Третий момент. Это потребность в общении. В большинстве случаев, если мы говорим о подростках, причем о таких глобальных вещах, как экстремизм, терроризм и так далее, то есть как выходят на таких молодых людей, ну, те, кто формирует вот эту группу людей с преступными наклонностями, то, конечно, это прежде всего интернет. И в большинстве случаев такие молодые люди чувствуют одиночество. То есть они прежде всего идут не за идеей какой-то, да, за общение. То есть они ищут единомышленников, которые бы их понимали, и с которыми они бы имели что-то общее. Ну и четвертый момент. Это интеграция протестных форм поведения как следствие социального контроля. То есть в своей практике, опять же, неоднократно убеждался. То есть если родители гиперконтролирующие, директивные, авторитарные, то в качестве протеста у ребенка может сформироваться именно такой способ защиты. Он идет в антагонизм, в конфронтацию со своими родителями. И во многих случаях может совершать противоправные действия для того, чтобы показать своим родителям, что он что-то из себя представляет. То есть это вот так интересно получается. Мне всегда казалось, что это наоборот где-то недосмотрели, а получается, что еще и, грубо говоря, пересмотрели, переконтролировали. Моя любимая фраза, которую знают все мои клиенты. Сходить с ума нужно с мета-да. До определенного возраста каждый из нас, будучи родителем, конечно, выполняет контролирующую функцию. Но здесь самое главное не переходить вот эту грань. Когда ребенок достигает возраста, к примеру, плюс-минус, все относительно 14 лет, здесь уже важно четко для себя, если это родитель думающий, мудрый, учиться быть другом этому ребенку. И тогда уже с позиции старшего товарища родитель может давать какие-то точки опоры ребенку, рассказывая о своем опыте, о своем восприятии той или иной ситуации. Поэтому здесь, конечно, хороша золотая середина. И вот теперь вопрос. Как понять, что поведение изменилось и когда уже начинать тогда действительно бить тревогу? Тоже очень хороший вопрос. Смотрите, вот я бы еще затронул такую тему, касаясь вашего вопроса. То есть во многих случаях сейчас отмечается, что молодые люди с преступными наклонами, с асоциальным поведением выходят из вроде бы как благополучных семей. Что понимается под благополучной семьей? Имеется в виду прежде всего материальное благосостояние, ну достаточный социальный уровень родителей. Но при этом дети во многих случаях остаются в этих семьях обделенными вниманием, пониманием, какой-то душевной теплотой и так далее. Почему? Так как мы живем в рыночное время, то есть очень многие родители полностью или большую часть жизни проводят на работе. Ребенок остается один. И вот тогда ребенок начинает западать. Он ищет того, кто бы его понял. Он ищет ту общность, частью которой он мог бы в потенциале стать, и ту общность, которая бы разделяла его взгляды. И вот на что нужно обращать внимание, когда ты воспитываешь ребенка? Первое. Ребенок начинает что-то скрывать. Конечно, обыватель, обычный родитель может сказать, что вот у него появляются свои секреты, там и так далее, и так далее. Конечно, личностное пространство ребенка нужно уважать. Но если ребенок уходит полностью в себя и перестает делиться с вами своими переживаниями, это показатель того, что та семья, та биосоциальная система, которая относится, допускает какие-то ошибки по отношению к этому элементу, к этому члену семьи. Второй момент. Очень много ребенок проводит за компьютером. Это тоже нужно обращать внимание на это. Почему? Потому что ребенок пытается создать свою реальность, в которой ему будет комфортно. Во многих случаях вот такой ребенок, уходя в виртуальную вот эту жизнь, является жертвой или потенциальным объектом тех, кто хочет его привлечь, ну, скажем так, в нормативное поведение с точки зрения социума. Также, на что можно обратить внимание? Ребенок в качестве протестного поведения исчезает из дома. Кстати, вот неоднократно в своей практике сталкивался, особенно когда работаешь с молодыми людьми, спрашиваешь, во сколько ты приходишь дома, или родителей спрашиваешь, когда ребенок пришел домой. Родители даже в некоторых случаях не знают, во сколько возвратился ребенок, даже если это ребенок школьного возраста. То есть, ребенок начинает пропадать, и пропадает неизвестно где. Также ребенок приходит, от него начинает пахнуть алкоголем, возможно, какое-то поведение странное у него появляется, это уже наркотики. В некоторых случаях у ребенка появляются суицидальные мысли. Это все нужно бить на бат и уже обращаться к специалистам. Ну, и также я бы обратил внимание на протестные формы поведения. Когда ребенок, действительно, совершая те или иные ошибки в своей жизни, создает для себя те или иные проблемы, и в большинстве случаев неосознанно вот эти факторы, вот эти критерии являются глазом ребенка. То есть, таким образом он пытается обратить на себя внимание своих родителей. То есть, тогда, когда у него сознательно плохое поведение, тогда, когда у него сознательно плохие отметки, например, это... А вот о сознательности здесь говорит очень сложно. Некоторые используют, специалисты, социологи, криминологи используют такой термин «бессознательно». На самом деле, я думаю, что здесь более верно говорить о неосознанном поведении. Почему? Когда ты начинаешь работать с такими детьми, или людьми, которые уже достигли более зрелого возраста, но у которых есть какие-то формы асоциального поведения, которые сами создают для себя те или иные проблемы в жизни, как я говорю, идут, удовлетворяют свою потребность быть неблагополучными в этой жизни. Прежде всего, конечно, это нарушение той системы, которая принадлежит ребенок, но и плюс ко всему, а это все-таки можно показать и вывести вот эти проблемы на осознанный уровень ребенка, подростка, для того, чтобы ребенок видел, зачем он не позволяет себе быть благополучным в этой жизни. Ну, во всяком случае, в моей практике, в большинстве случаев молодые люди уже на первом занятии соглашались с той гипотезой, глубиной причиной, которую я им в качестве иллюстрации предлагал, зачем они совершают те или иные правоправные действия, противоправные действия, простите. Олег Юрьевич, смотрите, интересен вопрос и роль родителя во всей этой истории. Как должны себя вести родители, чтобы всего этого не происходило с их чадом? Здесь личный пример или здесь какие-то вот... Для меня все-таки, как системного терапевта, терапевта, который рассматривает проблему клиента с точки зрения той системы, которой он принадлежит, конечно, ну, просто огромнейшая роль в том, что мы из себя представляем, уже вырастая. Это то, что как на нас влияют родители. Жданов когда-то говорил, что ребенок становится алкоголиком не когда, когда он первую рюмку подносит сам себе, а когда он видит первую рюмку у родителей. Если родители, если малая вот эта социальная среда, частью которой является ребенок, проявляет негативное отношение к жизни, к стране, к государству, к другим людям, то ребенок как губка впитывает это. У меня была в практике работа с одним молодым человеком, 27 лет, который, ну, мало того, что условные сроки имел, и отличался очень агрессивным поведением. Когда мы начали с ним работать, оказывается, что он становился таким из лояльности к своему отцу. Ну, на своем понятийном уровне он объяснял это, что это генетика. На самом деле, его отец действительно проявлял вот эти паттерны, ну, программы агрессивного поведения в семье, то есть к его брату, к его сестре, ну, соответственно, к своей жене. И ребенок это как губка впитывал. То есть в конечном итоге он брал это как кальку того, как должен вести себя человек в обществе. Поэтому, конечно, первичны все-таки наши родители. И как я вам говорил уже, то есть самая главная задача родителя не накормить, не напоить ребенка, не одеть его, не дать ему достойное образование, а как я считаю, все-таки научить ребенка быть счастливым в этой жизни. А быть счастливым для меня это стать частью этого мира. То есть научиться относиться к другим людям так, как бы ты хотел, чтобы к тебе относились. Для меня это принципиально важный вопрос. Я напоминаю, это программа «Время говорить». В студии работает Юлия Ракотская. А в гостях у нас Олег Юрьевич Сумарин, известный психолог и психотерапевт. Я напоминаю, это программа «Время говорить». И у нас в гостях известный психолог и психотерапевт Олег Юрьевич Сумарин. И мы говорим на тему экстремизма. Олег Юрьевич, мы проговорили, что основная группа – это подростки, да, те, кто проявляет эти взгляды. Но среди подростков ведь, наверное, тоже есть какие-то типы, с кем чаще случаются вот такие вот истории, когда человек подвергается этим взглядам. Есть какая-то градация молодых людей? Есть. Социологи, криминологи и судебные психологи выделяют несколько типов. Но я бы все-таки уточнил. Не просто подростки, но и молодые люди. Потому что я сказал, что в группу риска попадают люди, в том числе, в возрастной категории 17-21, 22-23 года и так далее. Вот смотрите, типы людей, склонных к асоциальному поведению. Первый момент. Первая группа – это аутсайдеры. То есть люди, которые находятся в обычной жизни в определенном тупике. Они считают себя неудачниками. Они не находят признания в формальной группе. Формальная группа – это те, кто их окружает. Прежде всего, семья. Если ребенок, если молодой человек в семье обделяется вниманием, и папа, мама, ему всегда говорят, что ты не такой кривой, косой, там еще что-то. В школе ему точно так же говорят, что ты, ну, я не знаю, там, двоечник, нехороший человек и так далее, и так далее. То, конечно, вот такие люди уже будут относиться к группе риска. То есть бессознательно или на коллективном сознании те люди, которые его окружают, подталкивают его войти в группе риска людей с асоциальным поведением. Дальше. Маргиналы. Это люди, которые утратили социальные связи. Одинокие личности, испытывающие социальный и психологический дискомфорт. Часто такие люди пытаются самоутвердиться за счет безнравственного поведения. То есть они демонстрируют те или иные поведенческие реакции публично. Ну, наверняка видели на YouTube там и так далее. Кто-то публично обнажается, кто-то там сексуально занимается, сексом занимается публично и так далее. Ну, понятно, что это девиальное, девиантное поведение. То есть вот таким образом молодые люди идут в протест. То есть они стирают те грани, нормы, которые приняты в обществе. Третья группа. Это конформисты. То есть люди, которые легко поддаются влиянию авторитетов. Они быстро усваивают групповые ценности и нормы. Вот такие люди чаще всего попадают в те или иные группировки, находясь за экраном компьютера. То есть эти люди чувствуют себя неуверенно. И когда кто-то что-то начинает им вещать, очень часто такие люди начинают принимать мнение другого человека, следуя за авторитетом. Следующая группа. Это приспособленцы. Приспособленцы. Эти люди принимают групповые ценности и нормы. Но они не разделяют их внутренне. То есть это вот, кстати, свойственно группам подросткам, которые объединяются в те или иные компании. Есть неформальные лидеры. И вот эти приспособленцы, так называемые, они не разделяют ценности неформальных или формальных лидеров в этой группе. Но они следуют за ними. Почему? Потому что это те правила, которые свойственны вот этой малой социальной группе. Следующее. Фанаты. Это, наверное, самая опасная группа. Самый опасный тип. Вот эти люди преданы ценностям группы. Даже если это группа с какими-то преступными наклонностями. Эти люди отрицают все, что идет в разрез ценностей вот этой группы. То есть эти группы не принимают других авторитетов. Они не слышат других. Они четко следуют той программе, которая в них была заложена. Ну и, соответственно, очень часто такие молодые люди, наверняка слышали, идут в террористы. То есть они могут даже пожертвовать своей жизнью. Это вот эти самые фанаты. Конечно, конечно. Это самая такая группа, которая очень сложно подвергается коррекции. Следующее. Попутчики. Эти люди случайно привыкают к той или иной группе, не до конца определившие, они определяют свои ценности и ориентиры. Они руководствуются больше солидарностью. Ну то есть если все делают это, я тоже буду делать это. Имитаторы. Люди, для которых первостепенное значение, имеет внешние атрибуты, символы объединения. При этом они не утруждают себя анализом групповых ценностей и целей. Это вот так называемые скинхеды. Вот опять же наших западных соседей. Украину, где молодые люди выходят под ненацистскими вот этими атрибутами и так далее. И скучающий. Человек, для которого одним из мотивов вступления в группу является надежда найти среду для общения. Обратите внимание, то есть каждая группа, каждый представитель вот этой группы, который я озвучил, все-таки имеют те или иные проблемы прежде в своей родительской семье. Вот я не случайно говорил о чувстве одиночества. Если молодому человеку свойственно чувство одиночества, даже если бы вот вроде бы как у него есть живые папа, мама и так далее, это прежде всего показатель того, что такой ребенок не получает в должной мере базовое чувство защищенности, опоры, поддержки от своих родителей. Но еще, наверное, обратил бы внимание, если ребенок говорит, подросток говорит, молодой человек чувствует апатию бессилия, это тоже очень часто показатель того, что ребенку не хватает эмоциональной поддержки. То есть в большинстве случаев в таких биосоциальных системах, таких семьях, ребенку говорят о том, какой он плохой. То есть родители выступают в роли критических родителей, которые постоянно внушают ребенку, что он действительно не соответствует их ожиданиям. А здесь очень важно родителям помнить о том, что у каждого из нас, даже если это ваши дети, своя судьба, как я говорю, свое предназначение. Наши дети пришли в этот мир не для того, чтобы доставлять нам удовольствие от жизни, а для того, чтобы пройти свой жизненный путь, даже если они совершают те или иные ошибки. То есть когда родители капают, капают, капают постепенно, тогда это и происходит. Есть такое направление психотерапии, транзактный анализ. И там есть два термина. Мама – ведьма, папа – людоед. Вот к примеру, что значит мама – ведьма? Вот эти косвенные внушения, которые мы даем своим детям. К примеру, родители, ну допустим, мама говорит, что все, девочки говорят, что все мужчины – это нехорошие люди. Раз сказала, два сказала. Ребенок как губка впитывает эти вещи. То есть он еще в определенный период жизни своей, до 7 лет, не анализирует правильно это или неправильно. То есть для него папа-мама выступают в роли волшебников. Чем-то они выступают в роли чего-то великого. Поэтому, конечно, ребенок это берет за чистую монету. А потом, когда вырастает, удивляется, что у него не складывается личная жизнь. И еще я очень важный момент хотел бы уточнить. То есть очень часто, а я работаю с людьми разной возрастной категории, очень часто люди, сами того не понимая, неосознанно создают для себя те или иные проблемы. И это действительно очень важный момент, на который грамотный специалист всегда обратит внимание. То есть бессознательно, даже если папа-мама этого человека ушли уже из жизни, но в каждом из нас присутствуют эти родители, он следует тем предписаниям, тем программам, которые взял когда-то у родителей. Если родители каждый раз, когда ребенок совершал что-то, ну, с их точки зрения не очень хорошее, говорили ему о том, что он плохой или еще что-то, вызывая те или иные чувства вины, там, обиды и так далее, то вырастая, ребенок даже уже живя отдельно от родителей, становясь сам родителем, начинает совершать те или иные поступки, которые приводят, по сути, к реализации той программы, которую он когда-то получил в детстве. Мы проговорили, вы проговорили, то, что экстремистские взгляды, они свойственны не только даже для молодых людей до 20 лет, это может быть и уже довольно взрослый человек, уже, в принципе, со сложившимися взглядами. Такое часто происходит или нет? Может быть, но, конечно, прежде всего, группа риска, это вот молодые люди и подростки. Что касается вот этого взрослого человека, мы с вами выглядим, как взрослый мужчина, взрослая женщина. В каждом из нас присутствует травмированный ребенок. И это аксиома, то есть это вообще не требует доказательства. На 80% то, что мы из себя представляем, это непереработанные программы отца-матери. И если эта проблема не решена, не проработана, не приведена на осознанный уровень, то такой человек, конечно, будучи уже взрослым человеком, может совершать те или иные правоправные действия, противоправные действия. Единственное, что, конечно, это происходит неосознанно. То есть, в большинстве случаев такой человек начинает объяснять, или, как я говорю, индульгировать себя, объясняя тем, что люди, которые его окружают, место, в котором он живет, они знают, там, правительство страны, со знаком минус, а он со знаком плюс. Это, опять же, все программы, которые мы берем у родителей. А мы, тем более, живем в такое сложное время. Кто-то из нас затронул перестройку, теперь уже стал родителем и так далее. Когда массово выливалась чернуха на нашу страну, когда размывались все авторитеты, когда говорилось о том, что наша страна не такая-то, такая-то. И сейчас посмотрите, что происходит в нашем обществе. Очень же многие выступают и говорят, что наша страна не хороша в тех или иных отношениях. А, причем, это не просто конструктивная какая-то позиция, когда люди предлагают что-либо изменить. То есть, они просто хотят кого-то убрать, ничего не предлагая взамен. А это очень инфантильная позиция. Это вот то, что мы наработали какое-то время назад. И сейчас мы пожинаем вот эти последствия. То есть, конечно, здесь все факторы должны присутствовать. И внешние, и семья должна воспитывать молодого человека так, чтобы в будущем человек все-таки нес ответственность за свои поступки и любил то место, где он живет. А такой человек, достаточно уже взрослый, да, он может быть достаточно социализированным? То есть, у него может быть, например, семья, хорошая работа, там, не знаю, дети, может быть, даже уже. И, в принципе, он вот весь такой благополучный, но где-то там на стороне проявляет вот такие взгляды. Я всегда повторяю своим клиентам, сейчас вам расскажу. То есть, мы демонстрируем внешне, персоной своей, то, что мы хотим, чтобы видели нас другие. Но вы же не знаете, какие есть у меня проблемы. В том числе, я вижу красивую картинку перед собой, но я не знаю, что происходит внутри у вас. Вот то же самое случается в большинстве случаев. В голливудских блокбастерах это достаточно часто описывается, когда человек вроде бы имеет семью или еще что-то, но при этом идет двойную жизнь. То он серийный там убийца, то он там какие-то теракты устраивает и так далее, и так далее. Конечно, конечно, это может быть. Но такие случаи достаточно редки, редки. И, конечно, если мы все-таки пришли в этот мир, не просто, не просто проживать, я не знаю, насыщать свое тело там какой-то пищей, там, одеваться в красивую одежду, заводить семьи, рожать детей, но еще мы наполняем свое существование каким-то смыслом, если у нас есть в этом потребность, то все-таки такому человеку проще проработать те или иные проблемы, которые он несет внутри себя во внутреннем психологическом пространстве. Но, к сожалению, по пирамиду масла думающих людей, как бы это печально не было, действительно очень мало. Большинство людей все-таки удовлетворяют какие-то, ну, обычные бытовые потребности и стремятся к комфорту. Вот не случайно западная цивилизация после перестройки, что с нами делает? То есть формирует общество потребителей. А это печально, потому что думающих людей становится все меньше, меньше, меньше. Олег Юрьевич, ну, я предлагаю уже подводить беседу к концу. Давайте подведем итог, на что должны обращать внимание родители, как должны себя вести, чтобы их ребенок не подвергся экстремистским течениям и взглядам. Ну, вот я обращаясь к родителям, хотел бы напомнить им, что это огромная честь, огромное счастье, что вы стали родителями. И ребенок пришел в вашу семью, в вашу жизнь, не для того, чтобы, как я уже сказал, доставить вам удовольствие. Ребенок – это тот, кто позволяет вам стать лучше. И если вы хотите, чтобы ваш ребенок был благополучным в этой жизни, конечно, нужно прежде всего начинать с себя и собственным примером показывать, что значит быть счастливым в этой жизни, что значит быть частью этого мира. Да, дорогие родители, следите за своими детьми. А я напоминаю, это была программа «Время говорить». У нас в гостях сегодня был Олег Юрьевич Сумарин, известный психолог и психотерапевт. Мы говорили на тему экстремизма. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова